друзья привет рад приветствовать вас на канале сферокар с вами никита и сегодня мы поговорим о джипах а какой у нас самый проходимый джип конечно же уазик но поскольку на нашем канале уазик может быть только японским поэтому встречайте сузуки джим да друзья именно джип а не кейкар как многие называют эти автомобили потому что это а полноценный рамный внедорожника во вторых он еще и на двух мостах не все полноразмерные большие джипы могут похвастаться такой проходимости но я по секрету скажу забегая вперед что вообще ни один внедорожник не может похвастаться вот такой проходимости можете начинать писать комменты про свои не вы уазики шевроле таха а мы будем разбираться с вот этим малышом и так друзья вот этот вариант джипника на сегодняшний день самый популярный самый горячо любимый вообще всеми слоями населения от мала до велика выбирают вот именно вот этот кузов 98 года вышел вот этот кузов свет это на сегодняшний день третье поколение по счету и 70-х годов машина просто выглядела из рамы люльки четырех колес и обладала тоже какой-то невероятной проходимости но на сегодняшний день практически не сохранилось таких вариантов в восемь втором году появился второе поколение тоже очень любит его но ввиду того что мало опять же осталось экземпляров не так машина распространена и вот эта версия вышла в девяносто восьмом году 2005 году появился первый рестайлинг 2012 2 и уже в восемнадцатом году появилась следующее поколение 4 которая повязала напоминает второе в общем разбираемся сегодня самой популярной версии это третье поколение у нас простой джимник объем двигателя 07 на 64 лошадиные силы и выглядит он вот так друзья начнем как всегда связал на первый взгляд это ни в чем не приметный добренький малыш многие путают ну либо сравнивать эти машины с еще одним японским собратом вот так называемым mitsubishi pajero junior либо pajero минимум минимум pajero mini на самом деле машин действительно похоже по визуалу но разница в них колоссальная самое главное отличие то что джим не действительно джип а pajero это кейкар и можете его так и называть так вот друзья начнем с визуала самая выдающая черта которая определяет у нас джимники с объемом 07 это ноздря на переднем капоте хочешь сказать огромное но она не огромная забегая вперед скажу что есть еще одна версия в этом кузове джимников с объемом 1 и 3 называются они джим не white либо позже эта версия стала нажиматься нажиматься называться джим не сиера вот они идут на другом моторе 13 чуть чуть помощнее но в целом остается то же самое так вот вот такая ноздря говорит вам о чем о том что машина турбовая соответственно 90 процентах лучших это 0 7 в целом эти версии не отличаются я имею ввиду по визуалу выглядят практически идентично по кузову в общем каких-то выдающихся деталей здесь нету на версиях сиера или white вы еще можете наблюдать выделяющиеся фендера которые немножко добавляют агрессивности вот эта версия в стоке автомобиль только привезем с японии никаких доработок нету и выглядит он действительно таким маленьким добреньким утенком хотя потенциал у него огромнейший друзья это мостовой джип клиренс у него 200 миллиметров в стоке поднять можно практически до бесконечности здесь ставят и 31 и 33 колеса ставят портальные мосты да ну то есть псевдо мосты ступицы на мосты короче говоря внедорожного тюнинга на эти автомобили просто масса в технической части чуть чуть подробнее об этом поговорим давайте разберемся с визуалом до конца друзья по задней части тоже сказать особо нечего визуалом этот автомобиль особо не выделяется но и не за внешность эти машины выбирают здесь у нас запаска которая висит на прямиком на задней двери да не на калитке ребята которые подымают эти джипы ставят большие колеса естественно запаску убирают переносят ее либо на экспедиционный багажник на крыше либо просто вообще убирают гараж покупать сериум комплект ковырялки вот эти все короче компрессор и все не для дальних поездок этот автомобиль друзья но поскольку тачка у нас действительно стиленькая не оазик какой-нибудь у нас есть вот такой классный модный спойлерок обрамляющий заднюю часть кузова у большинства джимасов встречаются рейлинги на крыше и это неотъемлемая часть автомобиля поскольку кузов у нас маленький и если вы куда-то все-таки двигаетесь что-то хотите собой положить объема багажника не хватает народ строить сюда и экспедиционные багажники и различные багажные системы вот эти вот гробики как на нашем про боксе крепление для сноубордов велосипедов до чего угодно то у нас по техничке в обычных автомобилях это самое интересное здесь как раз таки подкапотка у нас самое что ни на есть популярная самая простая давайте разбираться под капотом у нас трехцилиндровый турбовый бензиновый двигатель называется он к 6 а этот мотор вам уже давно известен по таким автомобилям как suzuki everi wagon day и практически все малышки от suzuki все двигаются на вот таких же агрегатах все идентично все взаимозаменяемо комплектуется этот двигатель у нас либо четырехступенчатым автоматом либо пятиступой механикой естественно для джиперов самая излюбленная версия это джимас на карабасе и как раз таки в отличие от других автомобилей что на коробке что на автомате эти версии выпускаются практически в равных долях то есть нет проблем с поиском автомобиля на аукционе на коробке да допустим как со многими другими вариантами вот помню как-то филдера искал на коробке полторашку тоже где-то есть у нас на канале но мы его искали наверное месяца три чтобы купить в хорошем состоянии от джима сей на коробке полным полно так вот друзья если у вас джимник без приставки white или сиера это одно и то же для тех кто еще не понял то есть white старой версии до 2003 года по моему не выпускались позже уже сменила сиера они идут с мотором 1 и 388 лошадиных сил называется он м13 а и компонуются также они пятиступой механикой либо четырехступенчатым автоматом но и это еще не все друзья если вы хотите построить себе действительно классный проходимый агрегат на базе у этого автомобиля вы можете привести себе самую дешевую версию с вот таким вот мотором потому что пошлина на 06 и на 13 сами понимаете разница колоссальная и легально туда поставить 1 и 3 мотор либо полтора литровый мотор от suzuki sx4 я знаю что даже 18 стоит моторы которые легально можно оформить наше время все замены агрегатов прописываются все это стоит относительно небольших денег но если сравнивать да под полную пошину ввезенный джима с 1 и 3 либо оформленная полторашка который дает вам больше возможностей это ли не чудо аллилуйя подсказали джимоводы есть еще одно более простое решение мотор к 10 а от suzuki aero по моему называется автомобиль объемом 1 литр становится на эту трансмиссию без каких-либо переделок глобальных то есть вытащили один мотор засунули другой и машина сразу становится ракетой вот этот автомобиль на котором действительно хочется уделить внимание трансмиссии ходовой части и шоссе вот она штуковина которая отделяет у нас отличает у нас джиме от его товарища с которым почему-то все время сравнивать по джерами не это рама друзья это настоящий рамный внедорожник у которого есть номер рамы поэтому эти же автомобили вводят возят очень часто конструкторами до их джиперы переворачивают разбивают что только с ними не делают приводит конструктор переставляют кузов на свою раму и полетели только в путь дальше мало того что он на раме он еще у нас на двух полноценных мостах на версиях сиера и просто джим не мосты разные естественно на 1 и 3 моторах у нас идет мост пожирнее помощнее соответственно выносливый вы не представляете какие нагрузки эти мосты только не выносит хотя они тоже ломаются перед через раз но это не при нормальной эксплуатации потому что нормально такие автомобиль на 33 колеса никто не эксплуатирует так вот доработок миллион лыжи меняются стойки меняются есть куча тюнинга и японского и китайского практически все возможности меняются раздатки добавляются новые пары там где крузак встал по джерик стал все ваши хваленые джипы уже утонули джимник будет ехать и ехать ехать пока бензин не кончится кстати говоря по расходу топлива у 0 что же масса вот такого заявлено 6 и 6 литров на 100 километров соответственно у 1 и 3 версии да но мне тут жимоводы подсказывают что если будете винтить но это с владивосток у нас нельзя ехать прямо так как по вашему просторным равнинным городам у нас можно либо вверх либо вниз при том что на джимнике никто не ездит вниз все ездят вверх постоянно поджим джимни вверх так вот расход может расти мотор турбовый винтить его может до бесконечности и там ну литров 11 12 у вас будет кушать при боевой езде сколько 15 15 у 1 и 3 расход соизмерим с заряженными 0 6 грубо говоря десяточку она кушать у вас будет при нормальной езде может быть поменьше по японским меркам около восьми литров на 100 километров друзья если вы купили джимас и собираетесь делать из него проект первым делом у вас бампер либо обрезается либо отправляется на свалку на свалку не отправить потому что как только эта машина стала попсовой цены на запчасти на нее начали расти в основном в общем и целом запчасти но в плане расходников да по техничке запчасти копеечные всегда есть в владивостоке я думаю что по всей россии тоже проблем с ним не будет так же как и с тюнингом есть просто все на эту машину и первым делом конечно если вы строить машин для леса вы поставите лебедку чуть позже вам покажу что из этой тачки можно сделать салон друзья вроде бы кейкары и небольшого размера джимник хоть снаружи он и компактный буду заступаться до последнего за эту машину потому что реально здесь место полно ну в разумных пределах соответственно для рулящего человека для водителя если у вас рост там до двух метров никаких дискомфортов испытывать вы не будете у нас в владивостоке эта машина очень популярная берут люди разные берут и студенты берет молодежь не все кто под проекты берут и девочкам и женам просто чтобы быть уверенным до что где-то снегопад или каких-нибудь сложных дорожных условиях ваша жена спокойненько выйдет включит 4 в дэв рубит понижайку и доберется до дома целой и невредимой берут и дедушки бабушки пенсионеры поэтому машина в принципе комфортно какого-то салона здесь да если сравнивать о там шевроле салона что в вашем джимнике есть да нет конечно но в лазике вы сидели друзья намного все хуже в разы качество материала здесь превосходное никакого дребезжания у нас мягкий пластик у нас все комфортно зимой салоны не дребезжат ничего лишнего все только самое необходимое у нас нету здесь климат-контроля в версиях уже свежих годах да это у нас получается рестайлинг с 2005 года который пошел у нас вот такого рода крутилки все понятно интуитивно просто есть кондишка все работает если будете ставить лебедку не убирайте радиатор кондиционера потому что на дальнем без него ехать сложно это я вам по собственному могу сказать вот друзья интересный факт что у нас вообще изменилось с рестайлингом потому что это у нас рестайлинг 2005 года из 2012 кстати говоря еще один рестайлинг пошел так вот помимо решетки между фарами до которой нет смысла говорить у нас еще поменялось управление трансмиссией до этого у нас включалась рычагом да то есть соответственно у вас есть три режима либо задний привод а по умолчанию джима заднеприводный поэтому для любителей раздавать угла он тоже подходит был у нас один только осторожно можно на бок завалиться это вообще только так по дороге едешь зимой джима 101 на левом лежит 2 на правом боку так что боком осторожнее но надоело впуливать боком вы можете врубить полный привод либо понижайку все других режимов нету для стоковой около трассовой езды этого вполне хватает в рестайловых версиях у нас управление трансмиссии выглядит вот так вот это три кнопочки которые у нас грубо говоря одним нажатием до с удержанием вы можете включить тот или иной режим то есть задний привод полный привод и полный привод с пониженной передачей когда у вас 0 6 объем понижайка решает вообще практически все вопросы в песке в крутых подъемах где-то там в реке и так далее но сами разберетесь в целом салон простой компактный я бы сказал холостяцкий машина все кстати холостяцкая потому что для большой семьи сами понимаете она не подходит но в каждой семье в которой есть или был хоть один джимник уверяю вас он любимчик нету таких людей которые купили джимники говорят но вот про уазики все это говорят а джимник но только может быть люди разные бывают но в каждой семье у которой есть джимник из тех которые я знаю эта тачка любимый но все-таки друзья если вам необходимо перевести более чем одного человека у вас есть еще два сиденья и мы посмотрим каково каково это сейчас по-честному чтобы было мы это двинем но не по максимуму конечно по максимуму отодвинем по максимуму отодвинем опустим и я вам скажу что нормально нормально ехать по трассе куда-то на дальнее расстояние вы конечно офигеете в этом багажнике сидя потому что ну кстати говоря даже подстаканники с двух сторон есть поэтому машина максимально все-таки задумались ребята и suzuki но я бы еще добавил открывающиеся окошки открывающиеся окошки решили бы еще проблему с духа тищи потому что у нас примерно плюс 90 сегодня на улице вот в целом нормально детям будет здесь более чем вообще комфортно ну ладно какие-то маневры здесь конечно не получится провернуть но так даже если ехать втроем можно немножко раскинуться и где-то по огородам погонять по клумбам на таком же массив можно втроем мы в пятером гоняли детстве багажник я вам покажу багажник потому что он в этой машине есть багажник друзья у нас распашная дверь обычная вы не будете биться головой хотя я не знаю какие минусы в сигарету подъемная дверь постоянно бьешься головой поднимать выше но тем не менее здесь у нас она распашная багажник у вас примерно вот такой но сумку с нашим съемочным оборудованием места хватило чтобы положить здесь японец оставил подарочки вместе с машиной пришел комплект цепей на колеса не знаю насколько актуально это в нашей стране в нашем регионе практически никто кроме грузовиков на них не гоняет но тем не менее они хозяина достаются вместе с автомобилем под багажником у нас есть здесь скрытая фальш панель где у нас умещается домкрат небольшая полочка где всякие дребезжащие шмоточки да там балонечки знаков рейной остановки и прочую ерунду вы можете спокойненько положить и опять же если вы везете не габарит вы можете сложить спокойненько задние сидушки и коз ваших рассаду что вы там обычно грузите просаду не что написывают фантазии не хватает рассаду но если возим мы рассаду рассаду возить можно более того если вы берете эту тачку все-таки собираетесь готовить ее для леса миллиард информации в интернете о том как построить спальник который раскладываются у вас вровень с передними сидушками получаете шикарное спальное место и когда медведь съест тех кто ночует палатки вы будете в джимнике спокойненько покуривать кальян и смотреть на все происходящее только окна открывать друзья попробуем на заднем приводе немножко проходить по пляжу задница легкая у машины поэтому где-то в снежные подъемы в ледяные по рыхлому песочку и так далее конечно будет тяжеловато вот но у нас же джип у нас есть подключаемый полный привод кстати говоря здесь у нас автоматические локи стоят на переднем мосту все джиперы сразу же меняют на хабы подключаем вот мы въехали внедорожье конечно не такое самое лютое но мы же должны затестить тачку одним нажатием и удержанием врубать 4 воды не надо сразу писать что она не врубается если вы нажали но не включилась надо просто немножко подержать это защита от случайного нажатия и погнали бороздить просто блин даже не напрягать стоковая тачка с клиренсом 200 ну камера не передает эти ухабы но это просто это просто 100 что-то с чем-то у x-trail а здесь были бы вопросы конечно я думаю не проехал но пришлось бы попыхтеть а здесь можно даже руль не крутить просто катишься себе при спокойненько это еще понижайку не включил слабое место у джимаса это крен если подымаете обязательно расширять колесную базу иначе кубарем покатитесь друзья врубаем понижайку самый жесткий дорожный режим и поднимемся сейчас влитый подъемчик не знаю опять же как будет передаваться реально в эту горку пешком не каждый на двух ногах подымется джимас просто запрыгнул я скажу без понижайки бы просто спорхну но разница моментов сразу ощущается поэтому здесь понижайка ребята заряженные джима воды еще и делают меняют пары в этой понижайке ставят понижайку от старого кузова ставят блокировки и ну чуть ли не вот такую 90 градусную стену эта тачка сможет забираться о поведении автомобиля в обычных городских условиях скажу кратко машина комфортная для городских скоростей то есть до 80 вы идете себе спокойно как на любой легковушки и даже забывайте что у вас полторашка на стоковых полторашка что у вас 660 кубиков друзья turbo turbo все-таки эту грань сглаживает поэтому до 80 до сотни я бы даже сказал машина разгоняется спокойно равномерно когда у вас один-два человека в машине едите не напрягаясь естественно на больших скоростях после сотни хотя мотор позволяет вы уже начинаете чувствовать некоторые проблемы с управлением то есть вес маленький мост машину начинают на кочках подкидывать иногда до такой степени что вы просто перестаете лей поэтому до сотки более чем безопасная скорость вот этого автомобиля дальше уже решайте сами либо расширяете колесную базу ставить побольше колеса едете кайфуете но помните что джимас у нас создан для природы друзья ну и чтобы не быть голословным я покажу вам какую тачку можно построить из этого малыша но так друзья вам такой контраст заценили а это тот же самый старый добрый малыш джимник посмотрим поподробнее это тот же самый джимни но джимни сиера был куплен с двигателем 1 и 3 литра и посмотрите какого красавца он превратился этот автомобиль моего друга который любезно нам его предоставил на съемочке макс тебе большой респектосик за это друзья я не знаю даже чего прикоснуться машина изменилась полностью при том что таких вариантов во владивосток ну такой конечно один красавчик но вот такого плана автомобиля владивосток у нас миллиарды просто каждый второй джимник кто-то их занижает кто-то просто меняет колеса и гоняет по клумбам а кто-то делает вот таких вот проходимцев посмотрите тюнинговый бампер лебедочка пластиковый капот на защелочках я не знаю до 31 колеса 3 сергас 3 старые 32 колеса друзья тут внесли поправки обязательный шнорхель до чтобы не утопить тачку при проезде через броды небольшой экспедиционный багажник помните о том что место в салоне здесь маловато усиленные подножки чтобы не навредить кузов вот эти фендера это тоже все не оригинальная тюнинга на эти тачки просто не исчислены на просторах интернета магазинах как японского так и китайского первая ступень тюнинга если вы купили джима с первым делом снимайте запас все вы в тюнинге вы в джимни клубе задний бампер также не оригинале кто-то просто обрезает кто-то снимает но самое классное что все эти изменения можно вписать оформить и я могу сверить сказать что этот автомобиль полностью весь законе весь оформленный вписанный и ничего не мешает вам бороздить просторный наш необъятный на вот таких красавчиках пойдем посмотрим что внутри что у нас по салону тонировочка краса это кстати нельзя форм тренировку нельзя друзья очень круто очень силен но нельзя вот это не оформляется кресло рекара коробочка друзья и самое воткнул что-то лишнего вот это у нас сиера кстати говоря также в рестайловых версиях то есть 2005 года будет у вас переключение на кнопочках это у нас автомобиль 2003 по моему года здесь у нас ручное включение спортивный руль без которого вы просто не джим не вот и вообще не gdm щик не тюнер никакой если у вас руль не спортивные и запаска висит на своем месте пойдем покажу что под капотом друзья капот у нас пластиковый тоже вещь диковинная хочется сказать как бы не отломать его просто одним мизинчиком можно открывать тачка легкая здесь каждые 100 грамм важный как в дрифте на самом деле больше это для красоты я думаю но выглядит стилёво обратите внимание сказал что ноздря только у турбовых но вот на этой тачке в ноздря добавлять стиля прямо тут сразу 30 . и вот он друзья что самое главное в этой тачке стоит мотор m15a на 110 лошадиных сил тот самый о котором я и говорил с suzuki sx4 мотор переставляется подходит на родную сиеровскую коробку и тачка становится просто боевая по городу есть равных нет естественно друзья не надо писать не про свои октавии который разорвет его со светофора давайте в лесу посоревнуемся вот там и октавия ваша выиграть ильян джимаси в общем друзья чтобы вы обратили внимание никаких сложностей для тюнинга не надо ничего переваривать перепиливать мотор встает как родной и потенциал у этой машины сразу же возможности соответственно сразу же возрастает так что все в ваших руках друзья тачка к тюнингу просто приспособлены вывод друзья сегодня мы посмотрели классный внедорожник я никогда не назову эту машину кей каром потому что возможности у нее как вы сами видели предостаточно кто выбирает эту машину да практически все автомобиль универсален берут и мальчики девочки студенты и мужья берут для своих жен чтобы быть уверенными да что она где-то не застрянет у вас если внезапно выпадет снег или каких-то сложных дорожных условиях в ситуациях она окажется вернется домой в целости и сохранности берут для активного времяпровождения для охоты рыбалки потому что опять же вы все сами понимаете вот кто из аналогов у нас подходит под вот такой автомобиль да практически никто mitsubishi pajero junior или pajero mini да с которым вы постоянно его сравниваете если не брать недорожное качество не говорить о том что это мостовой и рамный джип а то просто кузов да с приводами спереди то по классу они подходят схожи но возможности у этого автомобиля бесконечные а pajero таким и останется хотя разница в цене тоже ощутима от 400 тысяч рублей вы можете привести я сам удивился кстати говоря в 400 тысяч рублей можно привести pajero mini он же pajero junior вот эти малыши с проходных годов 2008 2009 от 600 650 тысяч рублей стартуют на аукционах за достаточно неплохие варианты если хотите версию с мотором 1.3 но от семисот восьмидесяти 800 тысяч рублей самый старт за сиеры и есть еще одно поколение следующее поколение уже четвертое поколение джимасей которая очень похожа на гелендваген сейчас будете опять не написать какой гелендваген похоже на гелендваген японцы его не все-таки сделали похожим на второе поколение джимасей самурай который так назывался но выглядит ничего так стилевенько на любителя я бы сказал но интересно там также две версии с мотором 07 вы можете взять от миллиона двухсот самый дешевый вариант статистики на сегодняшний день и есть версия на полутора литровом двигатели от полутора миллионов соответственно она начинается в общем друзья расставляйте приоритеты и не забывайте что в японии есть выбор для каждого и возможно ваш автомобиль уже где-то коняет по просторам нашей соседней страны подписывайтесь на наш канал если еще не подписанной ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля